Спасибо, что включил канал Герасиоп и сразу небольшой спойлер. Это фаб, пускай, пускай, пускай. Я тебе говорю. Беги, давай, Никита! Итак, сегодня мы устроим жесточайший пранк над самым молодым членом нашей команды Никитой. Дело в том, что этот салага совсем недавно получил водительские права. И каким образом он их получил, об этом история умалчивает. Но, как вы могли видеть в одном из наших крайних роликов, водит он действительно хреново. Не зеркал, вообще ничего нету. И, кстати, если не видели этот пушечный ролл, то обязательно посмотрите его. И все бы ничего, но этот недоделанный шумахер так и не обзавелся своим личным автомобилем. И просто-напросто задрал после каждых съемок просить дать ему прокатиться. И особенно он достал меня и нашего оператора Мишу. Поэтому мы решили его немного проучить. После очередных съемок мы подготовили скрытые камеры, нацепили на меня микрофон. И нам оставалось только дождаться, когда Никита в очередной раз попросит у нас прокатиться. Так, ну что, урок сняли, значит можно пойти похавать и в чашку сгонять, да? Я бы шарушку навернул. Нормально? Ну мы сколько снимали-то, много? Час 7-8. Поехали, молодые люди. Поехали. А мы что, на майку поедем? Да, да. Я уж у Костя ключи забрал. Можно я походу? Каждый раз. Он даже вон до того, как сказал, я уже знал, что он скажет. Вот когда он... Ну, поехали, блядь. Серьезно? Да. На самом деле мы очень сильно подготовились. Заранее поставили скрытые камеры и операторов по всем локациям. Наняли кучу актеров. Расписали буквально по минуту на наши каждые действия. Но самой нашей главной задачей было то, чтобы Никита ни на секунду не догадался о том, что происходит. И поэтому нам нужно было максимально ненавязчиво привезти его туда, где все и начнется. Сегодня мы инсценируем ДТП, в котором Никита собьет человека. И пока этот водятел будет находиться в состоянии аффекта, мы убедим его скрыться с места происшествия, собственноручно избавиться от машины Кости, а затем и вовсе сбежать за границу. Еще раз. Сегодня Никита собьет человека, сожжет машину и попытается уйти от ответственности. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. А тебе Костя точно дал тачку, ну типа вообще без этого? Я на ней езжу, я говорю уже, пока Костя в больнице. Так, что мы куда, в магазин или что, куда? Да погнали просто по броневой покатаемся. Давай, я тебе скажу, куда. Главное сейчас, главное, хотя бы надо попробовать выехать с ворот, давай. Главное не поцарас. Аааа. Миллиметр просто, да, просто. Ну давай, Никитка, показывай нам навыки. Я права получил месяц назад. Пристегнуться забыл, что за хуйня. Ты пристегнулся, аааа. Да тут полицейских нет, пацаны, вы чё? Он на право руль, я вот здесь на право поворачу. На право? Да, я тебе буду говорить, ты даёшь. Давай, на право. Таким образом, покружив минут 20 по району, мы всё-таки приехали в нужное место, где нас уже ждал актёр и оператор. Это был самый опасный момент нашего пранка, ведь, как вы знаете, пассажиры ни в коем случае не должны отвлекать водителя от дороги. Ну а нашей первостепенной задачей было именно это. Я говорю про то, что нам самое важное сейчас вот с Никитой запустить канал с шортсами. Потому что это, это же, это фастик, это фастик, это фастик, я говорю. Это чё сейчас было? Ты чё, дурак, что ли? И на всякий случай всё-таки скажу. Во-первых, никогда не отвлекайте водителя от дороги в реальной жизни. А во-вторых, специально для Ютуба, уточню, что всё это монтаж, компьютерная графика и все действия выполнены профессионалами. Еб... Ты на... Чё, б***, натворил, на... Бля... В смысле, на... Поехали, на... Куда, б***, поехали? Поехали отсюда. Камер нет? Поехали отсюда. Чекни камеры. Я не видел. Там сзади машина стоит, может... Подожди, проверь у него пульс. Б***, он б***, он жмурка, ему б*** она. Поехали, поехали, б***, поехали. Куда, б***, м***? В... Ну ты куда ехать, надо впр... Прямо езь, б***, надо впр... Надо впр... Б***, надо впр... Ехать, б***, б***. Б***, б***, ты ж б***. Слушай, что тебя... Быстро езь. Быстро езь, на... Вы... Ты... Быстро езь, б***. Ничего не говори. Ед отсюда. Нам и в рот. Надо в полицию, пацаны. Вы чё, б***? В какой полиции, на... Всё, просто езь, быстро. Гови на газ, на... Куда ты смотришь, б***? Б***, я его тупо не заметил. Ты до... Слепошары, б***. Стрел, б***, б***. Ты когда за рулём... Быстро езь, направо, всё, едешь направо, и у... Давай отсюда, бегом. Всё, газ... Куда, б***, у... Поедь, газ... Просто езь, куда-нибудь отсюда. Галь же, влюб... Еб***, на... Так нельзя. Там надо вернуться, вызвать полицию. Ага. А ты вернулся. Ты чуть-чуть на... На зону ходишь вернуться. Ты ехал 7 тысяч по городу. 7 тысяч. Всё. По реакции Никиты было видно, что он ни на секунду не сомневается в том, что всё происходящее случилось с ним на самом деле. Справедливости ради хочу заметить, что первая реакция Никиты была, это вызвать скорую помощь. Но, как вы уже понимаете, что такой расклад событий нас не совсем устраивал. И поэтому наша задача состояла в том, чтобы убедить Никиту решить вопрос, так сказать, по-другому. Ну вы чё пугаете, мужики? Рано заныкаться, чё-то подумать. Подожди, Миша. Есть кому позвонить? У меня... Есть мне ты знакомый? У меня есть знакомый, но он не мент. Но он работает в органах, он в прокуратуре. Он может нам чем-то помочь. Это же лучше, б***. Давай сейчас просто, короче, заедем в какой-нибудь двор, где нет камер. В тихий двор. Позвоним твоему типу, спросим, что делать. Всё, давайте спокойно, давайте выдохнем. Всё, что мог, всё, что мог самое ху... Сделать. Ты уже, б***, сделал, нахуй. Хуже, б***, уже быть не может. Хоть бы он поднял трубку или что-то, я не знаю, это первый человек и последний, кто нам будет помогать. Правда, не специально. Тихо, всё, б***, пожалуйста, остановлю. Как вы уже, наверное, догадались, что никакого решала у меня не было. На самом деле, по ту сторону провода был актёр, который должен был сказать, как мы решим вопрос на самом деле. Алло, Юрий Геннадьевич, здравствуйте, это Паша, помните, да? Ну, помню, помню. Юрий Геннадьевич, здравствуйте, слушайте, мы сейчас ехали с другом, товарищ у меня человека сбил. Видимо, с концами, потому что мы вышли. Там ни пульса нету, короче, мы выбежали с машины, посмотрели, нет ни камеры. Там только сзади один автомобиль стоял, и то там непонятно. Можете помочь, нет, потому что вы единственный человек, который можете, я знаю, что можете что-то помочь. Ну, что сделать, что делать, я не знаю. В первую очередь избавиться от машины. В смысле, б***, избавиться от машины? Человека, кто был за рулём, спрятать. Так, избавиться от машины, это что, её сжечь или что, да? Сжечь, да. Так, а человека спрятать куда-то, да? Так, а вы что, вы посмотрите какие-то, узнаете у ментов по камерам что-то или как? Да, я всё узнаю. Всё, и перезвоните, пожалуйста, да, и перезвоните сразу. Всё, добро. Всё, спасибо. Серьёзно, мы не будем сжигать, б***, машину Костика? Да закнись ты, б***. Несмотря на все сопротивление Никиты, нам всё же удалось убедить его в том, что другого выбора, кроме как сжечь машину Кости, у нас просто нет. А каждый, кто смотрел кино, знает, чтобы поджечь машину нужно что? Правильно, канистра с бедина. Поэтому мы дождались, когда немного стемнеет, и отправились на заправку. Здесь направо на заправку, без паники, без криков. Как будто бы ни ху** не случилось, хорошо? Вы заходите только на заправку, я буду тачки сидеть. Просто вот встань где-то здесь, мы канистрочку наберём. Ты куда-то едешь, ты с направо, Никита! Короче, ребята, насколько я понимаю, всё у нас пока идёт по плану. Никита весь обосранный, я вижу в его глазах это. Он даже вот, он всегда кричит, разговаривает громко, а сейчас он, ну типа как сюсенька себе ведёт. Это самое ху**ное. Короче, я считаю, что пока что всё у нас идёт по плану. Прямо сейчас мы набираем канистру с бензином для того, чтобы сжигать автомобиль Костика. Когда всё было готово к тому, чтобы Костин автомобиль отправился в последний путь, нам оставалось только найти подходящую локацию для её сожжения. Так как Геннадьевич нам чётко дал понять о том, что территория для сожжения должна быть максимально закрытой, мы, немного посовещавшись, решили, что территория ангара нас вполне устраивает. Так думал Никита. Но на самом деле мы заранее продумали этот момент, потому что там его ждал очередной сюрприз. Всё, давай, ты теперь поливай сам. Я? А кто, б***ь, я? Я, б***ь, пацаны, я вообще не хочу этого делать, вы чё, издеваетесь? Не, подожди, мы как бы жертвы в этой ситуации. Это главное, ты это должен понимать. Поливай ты из-за, б***ь, всё, поехали. Давайте уже быстро закончим с этим, и всё. Пойдём. Куда? Отходи. Пойдём, 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 всё. Короче, с Костей, я думаю, мы всё решим. Денег. Да всё, уже поздно, сдаваться некуда, всё, б***ь. Когда мы начали обливать автомобиль Кости бензином, да Никите тут же дошло, что это уже не шутки, и он начал по-настоящему паниковать. Да Никита. Я вообще не, что так полу, я вообще не знал, что такое может случиться именно со мной. Ты что, знаешь, что Геннадий сейчас что-то поможет? Ну, б***ь, ну почему именно со мной? Почему именно сегодня, б***ь, когда я сел за руль, б***ь? Может быть, нужно было удачу наш там стоянку куда-то угнать, номера перебить, покрасить её в конце концов, ну не сжигать же, б***ь. Чё, не всё, они с... И факел. Стоп! Мы, конечно, ребята, отчаянные и делаем самые жёсткие пранки. Но напомню, что пранкуем мы Никиту, а не Костю. Поэтому сжигать автомобиль Кости в наши планы уж никак не входило. Хотя, если хотите увидеть такой пранк над Костей, то обязательно напишите об этом в комментариях, поставьте лайк, и мы точно что-нибудь придумаем. Но сейчас нам нужно было убедить Никиту в том, что из-за него пострадал не только посторонний человек, а ещё и Костя, чью машину мы по-настоящему сожгли. Поэтому мы придумали, ну просто гениальнейший план. И посмотрите, как это было на самом деле. Во-первых, мы заехали на заправку только для убедительности. На самом деле, мы заранее подготовили две канистры, в одну из которых налили бензин, а в другую обычную воду. Затем я намеренно отвёл Никиту в сторону, чтобы пока Миша поливал машину водой, Никита не заподозрил неладное. Ну и, наконец, когда я отвёл Никиту в сарай, Миша должен был увезти автомобиль Костика и на его место, поставить нашу заготовочку, взрыв которой и должен был услышать Никита. Я всё, короче, к ним побежал. Это сейчас Марк взорвался? Всё, Марку пи***ли. Короче, про Марка забыли. А теперь что, на тебе пи***ли. Сидишь тут до утра, утром мы за тобой приезжаем, всё, приезжаем. Так, ты со мной. Хорошо, дай телефон. А как я связь буду держать? Вот, на тебе тапик, я номер знаю, мы тебе позвоним. Сам никому с него не звоним, понял? Всё, давай. Я телефон ещё разбил. А я путыл, я, короче, я вот Гарик этот тапик нашёл. Думаю, да я прикольнусь, короче, поменяю, но тебе скажу, телефон не отслеживается. Короче, понял, всё. Честно скажу, что в какой-то момент мне пи***ли, как стало жалко Никиту, и мы с Мишей даже думали о том, чтобы закончить пранк, но то, что мы придумали в финале, было настолько х***ным, что мы не могли позволить тебе останавливаться на полпути. Алло? Никита, привет, слушай, как ты там вообще? Ну я сбил человека, Паш, как я ещё могу быть? Короче, звонил Геннадич, сказал, что камера всё-таки засекла твоё лицо. Ты е***ть. Там на столбе висела камера, и там видно автомобиль, номера, что ты был за рулём, они нашли сожжённый автомобиль, короче... Бл***ь! Ну б***ь! Он сказал, что есть один выход, чтобы ты не сел в тюрьму на 20 лет. Прямо сейчас мы выезжаем за тобой. Ну какие 20 лет, б***ь! Я посадят от 20 лет, он сказал, всё. Б***ь, там же ещё и поджёг! Ты да б***ь, нахуя ты садишься за руль, если ты не умеешь водить машину? Бл***ь! Пожаре, сбраница! На следующее утро мы встретились с Геннадичем. Точнее, с актёром, который исполнял эту роль. И вместе направились к Никите для того, чтобы, как он думает, перевезти его через границу. Парни, главное не смеяться. Что? Это ухлёп. Здорово. Здорово. Мы подозревали, что в последний момент Никита захочет слиться. И заранее обговорили этот момент с Геннадичем, чтобы тот не позволил ему это сделать. Ты никому не звали? Маме не звали. Ты не говорил, куда ты едешь? Нет. Всё, король, у нас нет времени. У нас нет времени, всё, поехали, пожалуйста, да. Ты, он рискует, п***, своей репутацией. Спасибо, чё. Так, сейчас, подожди, подожди. Надо, короче, чтобы тут на территории тоже есть камеры, чтобы тебя никто не спалил. Давай, чё, маскировочку сделаем? Усы? Ну, хочешь, ты аналосу побреем? Давай, п***. Всё, усы, п***. Поехали, пожалуйста, побыстрее, п***. У нас не так много времени, если что, я ещё раз повторяю. Всё. Старина, а чё ты? Ты не хочешь ехать или чё, я не понимаю? Не хочу ехать. Какой багажник? Народ, Никита, не тупи. Чё ты как ребёнок, тебе что-то тигры нахуй. У тебя фонарь ещё сзади. Включай фонарь. Вот, вот, нам, нам, п***. Нет, ну, страховый этап. Нам фонарь, п***. Всё, давай, надо ехать. Поехали. Итак, мы подходим к финальной части нашего пранка. Только посмотрите, как сильно мы запарились. Подготовили настоящий блокпост с вооружёнными до зубов пограничниками. Ну, а на самом деле это была никакая не граница. И вообще это место находится в пяти минутах езды от нашего ангара. Поэтому, чтобы убедить Никиту в том, что мы реально везём его за границу, нам пришлось катать его в багажнике автомобиля аж целых три часа. Мужики, всё нормально там? Всё нормально, Никита. Ребята, на самом деле мы уже крутимся около двух часов возле нашей финальной локации, где мы разыграем Никиту, где мы узнаем, что всё это розыгрыш. Мы решили его немножко покошмарить. И мы в оставшееся время сейчас будем ездить то быстро, то медленно, то как-то круча рулём. Никита, полностью уверен, абсолютно уверен, что мы едем по направлению границ с Белоруссией. Но на самом деле... Можно чуть поаккуратнее, пожалуйста? Тебе, блядь, сказали не политься. Ты что, дурак, что ли? А если бы нас сейчас менты остановили, блядь? Парни, мы долго ещё будем ехать? Никита, блядь, заткнись. Если ты понимаешь, что ты всё испортить можешь, нахуй, дебят. Не затормозить, затормозить. Парни, мне страшно. Да всё нормально, здесь просто плохая дорога, Никита. Мы уже почти приехали. Никит, мы, блядь, едем по безопасности. Не, я сейчас реально говорю, мне страшно, у меня клаустрофобия, походу. Мы едем через лес. Да ебать. Я очень... Я очень жду реакцию Никиты. И посмотреть на его обиженные глаза. Потому что я напомню на секундочку, что этот человек уже попрощался с мамой. И со всеми родными. Блядь, аааа, с***. Да всё, хватит, пацаны, ну, блядь. Блядь. Как назло, именно в этот день в Питере была аномальная жара. И даже кондиционер в машине нас не спасал. Поэтому, покатав Никиту в багажнике около двух часов, мы решили переходить к финалу. Так всё, ребята, мы уже подъезжаем к локации, где нас уже ждут спецназовцы и ОМОНовцы, поэтому... Сейчас будет вообще самый отвал башки, поэтому если вы досмотрели до конца, то вы не пожалеете. Никита, мы уже всё, мы подъезжаем. Да-да-да, хорошо, окей. Сиди тихо. Тут граница, Никита, всё. Спокойно. Блядь, они нас останавливают. Сиди тихо. Они нас останавливают, тихо. Пацаны, что происходит? Тихо, тихо. Добрый день, ваши документы. Здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Мишка, дашь документики мои? Да, там в бардачке, по-моему, он должен быть. В Беларусь. В продовольственном упаковке продаём товары, а тут там нас уже дальнобойная машина ждёт. Что за товар? Извести. Молоко, сыр, продукты, мясо. Что в сумке? В сумке ничего, там оборудование. Там, да. С машины выходим. Засмотр автомобиля производим. Так, а у нас ничего нет. У нас ещё нету, пожалуйста, смотри, не открыто. Смотрите, там всё, там ничего запрещённого нет. Багажник откройте. Нет. Багажник? Багажник открываем. Слушайте, у нас не работает. Она старенькая, у неё с замком проблемы. Там замок под ржавел, вот, заедает. Ладно, как-то откубар не открывает. Что делать? Ну да, не открывает. Надо как-то открывать. Попробуйте, я не знаю. Это машина, это ещё? Я сейчас всё объясню, мужики. Не надо, смотри. Да сквозь, смотри. Да подожди, подожди, подожди. Ну и дезинфицируй. Подожди, подожди. Да и дай мне что, дай мне сказать. Я вообще... Беги, Никита, беги, давай, Никита, беги, беги, беги. Я даже подумать не мог, что этот придурок может взять и реально побежать за границу. Только представьте, что бы с ним было, если бы это случилось на самом деле. Ну, ***, папа. Мужики. Это он нас заставил. Он нас заставил его через границу перевозить. Он человека сбил. Я хотел сам сдаться. Это они сказали, что так лучше. И позвонили кому-то, какому-то Геннадьевичу. И в душе не стоило. Вот так ты сдаёшь, да, пацанов своих? А, ты как сдаёшь пацанов, ублюдок. Ладно, ты расслабься. Мы тут видео снимаем. Посмотри направо. Улыбнись. Привет, Никит. Руки-то убери. Ты как себя чувствуешь, Никита? Чё, у тебя красота? Чё, чё, еб***ь. Ну, Никита, сегодня вы меня всё время любите. Только без всего. Я вас спокойнее, Катя. Вот такое видео, ребят, сегодня у нас получилось. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Но если вам понравилось это видео, то... То обязательно посмотрите вот этот пущечный ролик. Здесь мы с Аней потратили очень много денег. И это самое крутое видео Герасёва на этом канале. Поэтому переходите, смотрите. Ну, а с вами был канал Герасёв. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok